Мария Колесник На самом деле человек не произошел от обезьяны А если мы вспомним биологическую номенклатуру, в частности к лодистику ее современную ветку Мы будем знать, что когда мы рассматриваем представителя какой-либо группы, мы рассматриваем его как крайнего представителя той группы, из которой он произошел. Поэтому мы до сих пор являемся обезьянами. И да, когда вы будете унылым новогодним вечером сидеть в кругу родни, вы до сих пор будете знать, что да, вы обходите из семейства человекообразных обезьян. Надеюсь, у вас новый год будет классный, надеюсь, вас это не коснется. Ну и если мы будем смотреть дальше, окей, откуда взялись обезьяны? Обезьяны, соответственно, от древних приматов, и мы до сих пор являемся приматами. Соответственно, откуда взялись древние приматы? От таких животин, которые в старых советских учебниках называли немножко забавным словом звероящеры, или зверозубые рептилии, или синапсиды. Поэтому до сих пор кто ты такой? Вот он, обещанный Роберт, да он не плачет снова. Да, кто ты такой без своего костюма? Бой-бой, филантроп, звероящер. До сих пор. Собственно, или звероящеры, или синапсиды. Более того, если копать дальше, окей, откуда взялись звероящеры? Звероящеры взялись от древних позвоночных животных, древних тетропод, то есть древних четвероногих, поэтому мы с вами до сих пор тетроподы. Но они взялись, в свою очередь, от древних рыб, поэтому мы с вами до сих пор немножко рыбы. И на самом деле, когда вы были после зачатия где-то, да, то есть еще до вашего рождения, где-то недельки на четвертый, на третий, вы были немножко рыбкой, и это было нормально. Вот бабушка Латимерия, вы можете ее сфотографировать и поместить в свой семейный альбом с подписью «Моя двоюродная, пра-пра-пра-пра-пра, 240 миллионов раз пра, бабуля». Для семейного альбома она вам идеальна, вот здесь она же. Вот, мы здесь современненькая Латимерия, она не совсем наш предок, она наша двоюродная, но тем не менее у нее были вот такие вот родственнички, которые в каменно-угольном периоде, а каменно-угольный период начался где-то 340 миллиончиков лет назад, вышли на сушу. Вышли они на сушу, потому что в воде часто случались завалы органики, вот здесь вы как раз видите в витрине рядом с камерой окаменевшие стволы древних деревьев, которые заваливали эти древние болота иногда на сотни метров толщиной, и когда у вас все болото завалено какой-то гнилью, вообще в этом болоте крайне неудобно плавать, поэтому у вас появляются лапки, чтобы вы могли ползать. И вот вы вышли на сушу, вы видите, что эта чуча очень не рада этому делу, потому что на суше Архимеда Васила вашу тушку больше не поддерживает, голова у вас вдруг неожиданно очень тяжелая, стегальный тип черепа, проще говоря, голова тяжелая, как мотоциклетный шлем, очень неудобно ее пользоваться. А самое главное, на суше нет потоков воды, поэтому вы не можете распахнуть место пасти, чтобы вам как воронка засосала кого-нибудь в рот, вам надо учиться кусать, то есть еще самостоятельно напрягаться, это вообще очень много неудачи, и как-то надо что-то с этим делать. Ну что с этим можно поделать? Можно стать млекопитающим. Если вы решитесь на это, в общем-то, авантюрное мероприятие, вам потребуется примерно 70 миллиончиков лет на все последовательные преобразования, но, надеюсь, оно того будет стоить. Итак, вы вышли на сушу. Окей, Гугл, как стать млекопитающим? Получаем пошаговую инструкцию. У нас еще очень много пошагов инструкций имеем. Шаг первый. Обзарядитесь одной парой скуловых дуг. Станьте на путь синапсидности. Собственно, вот это вот слово «звероящер» в английских учебниках и в англоязычных источниках чаще всего используется слово «синапсида». Однодуговый. Что за апсида такая? Что за дуга? Вот тут я знаю, у нас есть всякие культурологи, и культурологи знают апсиды во всяких храмах, вот эти вот архитектурные. Вообще апсида – это элемент черепа, это дуга. Вот если мы наденем нашу маску и почувствуем свой череп, вот где верхняя часть, прям погладьте себя за вашу апсиду, верхняя часть маски как раз у вас идет по вашей скуловой дуге. У нас скуловая дуга слева, скуловая дуга справа – один набор. Мы с вами семь апсиды, одно апсидное. Бывают еще иди апсидные товарищи, это всякие архозавры, в том числе крокодилы, в том числе динозавры, в том числе птички. Но это, ребят, совсем другая история. Про них потом и не сегодня. Как говорится, но не сегодня. И вот если вы обзавелись одной парой скуловых дуг, это очень удобно, потому что вам проще закрывать челюсть. Вот, иначе можно сделать так, и все, и не захлопнуть потом. А здесь как раз у нас в паскуловой дуге проходят мышцы, которые захлопывают нашу удивленную челюсть. Ползем дальше. Еще, чтобы очень хорошо кусаться, нам хорошо бы дефиницировать наши зубики. То есть иметь не просто один набор капутой чучи, вот одинаковые остренькие зубики, а специализированные коленные, чтобы разгрызть орешки, резцы, чтобы пивную банку открыть, и еще, допустим, курики, чтобы их показывать своим коллегам, когда мы смеемся. Вот, это на самом деле все очень удобные и полезные штуки, и когда у нас зубы разные, это очень-очень круто. Вот у динозавров, например, если вы как раз оглянетесь, там, череп тормозавра, у динозавров, в отличие от нас с вами, все зубы одинаковые, все страшные как один, все, по сути, как клыки огромные. Это вроде бы очень круто, страшный, уж жуки, но неудобно, что они все одинаковые, поэтому одна челюсть может выполнять только одни функции хорошо. А когда у вас такое разнообразие, вы можете быть гораздо более, скажем так, применять для гораздо более различных задач. И вот здесь у нас на картинке товарищ Диметродон, он у нас в музее тоже представлен, вот он как раз вот там вот стоит за лесенкой. Само его имя, его рода, Диметродон, означает два типа зубов. Диметрос, нейрорий, собственно, тип, и донтос, зубики. И вот, собственно, здесь как раз видно, есть у него клыки, чтобы вам улыбаться, вот как у Роберта Пэттисона, например, в «Сумерках», и коренные зубы, чтобы кого-нибудь жать, выпасть. Это уже на этапе самых древних звероящеров, которые жили примерно 300 миллиончиков лет назад, в самом начале пермского периода уже было такое разнообразие, такие классные фичи, разные зубики. А дальше больше, дальше появляются еще более разные типы зубов. Следующее, вот как мы узнали, когда холодно, можно совсем заснуть и не проснуться. И на самом деле, эта зависимость температуры нашего тела и нашей сонливости, она не исключается. Это нам наследство от древних предков. Чем выше ваша температура тела, тем вы, соответственно, можете быть более шустрым, активным. Ну а чем температура вашего тела ниже, вы, соответственно, более сонные и вялые, о чем нам Максим как раз очень сейчас хорошо рассказал. Ну и наоборот, если ваша температура тела уже слишком высокая, то в нашем мире, где всюду стоят тепловизоры, теплосканеры, если у вас температура тела выше, чем правильная 36,6, вы становитесь сильно пораженными в гражданских правах, да? Вот, и да, температуру тела очень важно регулировать. У нас с вами она относительно постоянная, потому что мы большую часть нашей пищи тратим на воспроизводство этой самой теплоты. Мы практически вся та каша или вся пицца, которую мы съедаем, излучается наружу, в виде лучистой энергии, в виде тепла. Вот древние сберейшеры экспериментировали на тему теплокровности, и иногда их эксперименты принимали странные формы. Вот, например, гражданин Димитродо, он регулировал свою температуру тела, но не за счет еды, а непосредственно за счет окружающей среды. Вот этот парус работал как, с одной стороны, большой радиатор, а с другой стороны, как солнечная батарея Кермского периметра. Короче говоря, вот наступает холодный вечер, выходим на последние солнечные лучи, загораем, становимся теплым, шустрым, и бежим всю ночь наводить суету. Очень удобно, если ваша добыча хладнокровная, сонные ядры. Следующее, что нам стоит сделать, стать максимально разнообразными. Это самое diversity, разнообразие. Это не только история про толерантность, а еще и история про то, что, что бы ни случилось, какая бы беда ни нагрянула, кто-нибудь да выживет. Чем больше у вас всяких разнообразных групп, чем больше у вас в этих группах разнообразный спектр питания, тем больше шансов, что кто-нибудь после большой катастрофы да останется. И здесь вы как раз видите примеры разных звероящеров, разных синопсид, в разных размерных классах. Вот это вот, в сравнении с котиком, ну все становится гораздо лучше в сравнении с котиком, это маленький такой звероящер хирозавр. Ну, извините, ему просто не повезло с нами, но да, он хирозавр. Здесь замечательный московс, который размером больше коровы. Или вот иностранцевия Александры, которая покрупнее тигра будет. И здесь небольшой тетрацератопс, но вот здесь он представлен в сравнении с человеком. И, соответственно, и многие из этих групп давали и разные по пищевой специализации. То есть московс был растительноядным, иностранцевия, наоборот, хищницы. И даже здесь на контуре видны клыки огроменные. А, соответственно, разнообразные спектры питания, разнообразные экологические ниши, разнообразные размерные классы. Говорить о них о каждом, это буквально на 2 часа лекции про каждую из них. Про каждую группу. Ну и тут, да, немножко всплывают очень полезные ауции. Молочные железы и влечные железы. Дело в том, что есть такая проблема в палеонтологии. В земле сохраняются только кости. Если в чем-то костей нет, а, как вы знаете, в влечных железах костей нет, в имени нет, косточек, то мы не знаем наверняка, на каком этапе развития они возникли. Но мы точно знаем, что уже с достаточно ранних этапов своего развития звероящие демонстрировали заботу о потомстве. В частности, если вы способны размножаться не только там в воду, и кроме таких всяких рыб, амфибий, но еще и можете размножаться на водоразделах, а в кремском периоде была такая проблема, засушливый климат, то у вас есть большая беда. Как сделать, чтобы детеныш вовремя попил? Ну, можно этих детенышей таскать, например, к воде. Топьются, потом утащить обратно. Но это неудобно. Это требует, вообще говоря, большого мозга, развитого поведения. А вот в этой голове мозг, на самом деле, вот такой сенький. Гораздо проще принести воду к детенышу. Как принести? В пасте много не начерпаешь. Проще всего принести на собственной коже. Здесь, собственно, считается, что первая конструкция, предшествующая млечным железом, это видоизмененные потовые поля. Немножко напоминающие сосцовые поля нынешних лихин и утконосов. То есть, не знаю, может кто-нибудь видел видео с маленькими утконосиками, где они подползают к мамке и, по сути, ее вылизывают, чтобы получить нужный набор солей и воды. И здесь на такой гипотетической картинке показан сенофаней, самочка сенофаней, которая выпаивает своего детеныша. Ну, а когда у нас появляется больший вклад одного пола в потомство, чем другого пола, этот самый пол, в частности, женский, становится целным и за него становится важно побороться. Важно как-то его к себе привлечь. И возникает такая тема, как половой деморфизм, когда самцы такие красавцы, и вот они как-то перед самочками красуются и специально даже для этого отращивают специальные органы. В частности, наличие полового деморфизма показано для среднепермских представителей большого отряда дейноцефалы или ужасноголовые. Это нам их головы кажутся ужасные, безобразные, стрёмные, а самочкам, так, наверное, ничего, нормально было бы. Вот здесь на картинке показан истеменозух Мирагелис, более мелкий вид из того же рода, что вот наш истеменозух здесь в музее. И вот у него на голове вот такие рожки, а считается, что он такими рожками самочек-кадрин. Или вот, например, замечательная по гурнете. Ну, как от такого красавца? Вот как тут устоять, девушки? Вот прям посмотрите в эти добрые, милые, честные глаза. Он до сих пор на вас смотрит. Вообще, в биологии есть такое негласное правило. Если не знаешь, откуда взялся вот этот странный, гипертрофированный, чудаковатый орган, вали все на половой отбор. Вот, например, были такие красавцы-московцы, которые жили в Южной Африке. Я уже показывала контур москопса, то есть это животина, размером все весь этот экран, у которой на лбу были огромные кости, немножко дырующие его череп, похожим на мотоциклетный шлем. Ну, зачем такой здоровый мотоциклетный шлем на голове? Каждый раз таскать. Затем же зачем современным мотоциклистам? Сшибаться! Ну, сшибаться зачем? Чтоб самочка посмотрела и отборила. В общем, все как у современных людей. Сшибаемся, там самочка кого-нибудь дарубит. К сожалению, никто из исследователей свечку не держал, но предполагать можем. Следующий шаг. Если вы выделяете наружу очень много лучистой энергии в форме тепла, вам пригодится шерсть, чтобы не выделять эту энергию уж совсем чересчур, совсем много. Если первичная шерсть это различные гибрисы, различные чувствительные органы, то впоследствии она начинает уже покрывать все тело. И уже для поздних тероцефалов, горганопсов и цинодонтов показано наличие шерсти. В частности, на речке Вятки, там есть место, где раскапывают зверяющеров потрясающих, а там нашли капролиты, ну то есть окаменевшие, извините, фекалии с следами шерсти. То есть это означает, что тероцефал, который, скорее всего, этот капролит оставил, он, видимо, как-то вылизывался наподобие котика, ну и, собственно, шерсть попала в пищеварительную систему, а потом и наружу. И в такой капсуле времени пролежало где-то 270-250 миллиончиков лет. И вот здесь замечательный гектозух. Вот здесь он показан с гибрисами. Кстати, у него есть одна немножко забавная черта. Два клыка с каждой стороны. То есть то, что у нас одни клыки, это еще не будет. И здесь для примера шерсти показана уже знакомая вам иностранцерия Александрия. Здесь она покрыта примитивной такой шерстью и немножко напоминает современную бурозубку. Возможно, знаете, бурозубочки, симпатичные ежики. Вот у них такая шерсть. Она практически не имеет подшерстка, но при этом сама довольно мягкая и густая. То есть такая примитивная шерсть, состоящая только из остевого волоса. Но довольно-таки мягкого и густого. Ну и следующий шаг. Вы почти пришли. Обзаведитесь мокрым, подвижным носом. Вот у кого есть хоть эти геосики? Кто любит своим котиком делать нос? Мы, на самом деле, особенно дети обожают это делать. И любим отручить собачий нос непременно. Вот это было бы возможно с поздней пемии, с возникновения тироцефалов, то есть звероголовых. Здесь конкретно тироцефал коренитос. И да, вот мы у него знаем, что у него были очень узкие турбиналии, то есть мелкие косточки, которые, скорее всего, связаны были именно с мягким влажным носиком. То есть греется. Ну и следующее, мы уже почти пришли, мы уже почти млекопитающие. Это то, что называется вторичное костное небо. Дело в том, что если вы, например, помните школьный учебник биологии, там есть замечательная картинка, как берут лягушку, тыкают ей в нос, там, допустим, припоровальную иголочку, а кончик этой иголочки у меня изо рта торчит. Дело в том, что вообще у практически всех примитивных животных есть такая проблема. Могут либо дышать, либо есть. Если чихнуть во время гнезы, хотела сейчас, она все, наружу пойдет. У нас с вами в противовес этому есть очень полезный орган, вторичное костное небо. Конечно, мы сейчас поднимем ежику яку, так, поводим, у нас есть перегородка между носовой и ртовой полостью. Это очень удобно, потому что позволяет одновременно есть и дышать. И вот здесь длиния прима, это тоже очень поздний геннский синапсид. Вот она как раз показывает тем, что она может одновременно и дышать, и кого-то съесть, и она этим невероятно счастлива. Ну и чтобы стать млекопитающим, да, надо пережить конец пьемского периода. В конце пьемского периода случилось грандиозное пьем-триасовое вымирание. 95% видов живых существ подчистуют. В общем, знаете, в честь пьеми всегда называется какая-то кромешная столь. В частности, вот конец пьеми вот так выглядел. Ой, все, пойду в умру. Я не буду здесь, скажем так, глубоко вдаваться в причины. Может, там супер-вулкан в Сибири извергся. Может быть, наоборот, произошла глобальная перестройка экосистем из-за возникновения растений с настоящими корнями. Это тема просто отдельного разговора. Я не знаю, конец пьеми или как вся пьемпа вымирала. Но это, видимо, уже на следующие у нас встречи. Но главное, если вы пережили конец пьеми, вы почти лекопитающие. Чтобы уже стать не просто каким-то очень продвинутым тероцефалом и цинодонтом, а стать вот прям млекопитающим, вам остается самая мелочь. Превратить ваши челюсти в уши. У самых примитивных зверяющих нижняя челюсть состояла из шести костей. Двух судных костей, которые у нас до сих пор. С нами вот этот денталик, лосточка. Вот подбородочка, как раз он у нас образовывал растение этой самой кости. А кроме этого угловая, сочленоглая и квадратная косточка. Ну, собственно, эти кости как раз образовали то, что называется сложная нижняя челюсть. Но практически в течение всего пьемского периода кости, которые слагали первичную нижнюю челюсть, у нас перемещались и стали уже в конце пьемского периода, даже в начале тряса, костями наших ушей. Молоточек, наковальны и стремечка. Те самые кости, которые позволяют нам сейчас слушать высокие звуки, например, слышать звук от этого микрофона, который распространяется по воздуху. Именно благодаря этим костям мы слышим высокие звуки. Вот они когда-то были, вообще говоря, челюстями. И только со временем эти челюсти стали средним ухом. И вот когда у вас уже объявляется вторичный челюстной сустав, а ваши косточки челюстей становятся средними ухами, вы уже не просто какие-то там продвинутые синапсиды, а гордые, лекопитающие или ты. Ну и напоследок мы, конечно, уже практически пришли, мы уже стали лекопитающими. И вот, ура, вы лекопитающие. Это Марго Акадон. И здесь он как раз демонстрирует вторичный челюстной сустав, лич, у которого, видите, он как радуется, что он теперь гордый век. Ну и напоследок, маленький совет. Если вы стали лекопитающими, держите ваши ножки прямо. Это очень красиво и балетно. Собственно, вот эта самая балетная позиция, вот эта хопа, да, это конкретно наше лекопитающее свойство. Да, те же самые птички и динозавры тоже у них ножки прямые, красивые, но совершенно другим путем. Не как у нас. А мы с вами, да, вот, собственно, вот это не круто, вот так раскорянку ходить. А вот сначала выпрямить задние ножки, а уже гораздо позже выпрямить передние ножки, тоже подвести их по туловище. Вот это хопа. Это по-нашему, это по-мамальному. Так надо. Держите, берите все примеры с этого котика и будьте настоящими млекопитающими. Ну и напоследок. На самом деле, даже если ваш скелет, ваша скелетная конструкция не предусматривает такого, вы все равно можете вытянуть ваши лапки на сухожилиях и все равно пробежаться красивой, гордой походочкой. Ну, собственно, здесь мы в среднем триасе оставим наших далеких родственников. На самом деле, триасовые и мезозойские млекопитающие – это тоже симпатичные существа. Правда, многие из них мелкие, меньше поленца, остом. Но это тема отдельного разговора. А я бы вам посоветовала почитать еще немножко книжек. Правда, сразу хочу извиниться. Книжки немножко сложные для восприятия. Ну, их тяжеловато немножко читать «Человеку, зашедшему с мороза». Особенно без картинок. Вот у этой книжки картин, наверное, не хватит. Ну и спасибо вам за внимание. Да, самое время задать вопросы. Да, Максим? У меня есть вопрос. Вопросы немножко несерьезные. Я хочу спросить на него, что это учитывание себя ответит. Безусловно, наряду с эволюцией, также существуют еще и различные процессы деградации. Вот. Мой вопрос. С самого начала сегодняшнего трипада вы сказали о том, что человек, собственно, является обезьяном. Это абсолютно правда, это, скорее всего, уже не для кого-то себя. Вот. Но мой вопрос случается все еще. Существует ли какая-то зависимость? Если ее существует, то какая можно как-то ее получить по помощи методического выражения между степенью озверения организма и количеством депутатов алкоголя? Знаете, такую корреляцию, насколько я помню, находили где в Армении, да? А вот там даже есть целая история про то, как человек деградирует после каждой отдельной рюмки. Вот. Но, к сожалению, я эту легенду полностью не помню. Вот, Константин, может быть, вы помните, расскажете? А, ну... Или Абхазия, вот легенда про сердце баб. Значит, сейчас, секунду. Нам надо вспомнить и позже. Да, нам надо вспомнить, но мы чуть-чуть попозже на ваш вопрос доответим, ладно? Так, может быть, пока следующее вопрошающее, да? А, хотела спросить, то есть, с точки зрения антонии, биологии, наше тело, вот сейчас человека, оно не идеально. То есть оно в дальнейшем будет еще и функционировать. Однозначно. На самом деле, вот знаете, каждый раз, когда говорят, человеческое тело совершенно, вот потому что мы вот прям такие венцы творения, у меня всегда возникает вопрос, окей, венец творения, ты уже удалил восьмерку стоматолога, вот эти последние коренные зубы, или еще только собираешься. На самом деле, да, эволюция человека до сих пор, что называется, in progress, мы до сих пор движемся. И да, вот в частности, этот пример с последними коренными зубами очень наглядно это подтверждает. То есть сейчас наблюдается такая тенденция, что получают преимущество те, у кого эти самые восьмерки все-таки не вырастают. Но они в большинстве все равно вырастают. Почему? Потому что эволюция нашей зубной системы идет немножко асинфронно по сравнению с эволюцией наших лицевых костей. Проще говоря, у нас морда уже уменьшилась, а зубов по-прежнему прежнее количество. И зубы не встают в нашу укоротившуюся морду. Вот подставка какая. Так что, да, еще будем куда-нибудь происходить. Ну вот, вопрос много, я хотела продолжить. То есть у нас осталось и от приматов, и от рыб в том числе. Я хотела спросить, может ли быть такое, что мы в какой-то момент эволюции вернемся к ящерам? То есть к чем-то. Можем ли мы на какой-то процент стать видоящерами или рептилоидами? Вопрос хороший, рептилоиды одобряются не вижу. Ну, на самом деле есть такой биология закон антогенетической необратимости. То есть если что-то у нас произошло, назад это не отыграем, фарш назад не проворачивается. Вот так можно. Даже несмотря на то, что, условно говоря, форнокопытные предки дельфинов вышли на сушу, а потом они вернулись в воду, они все равно остались с грузом черт сухопутности. Дельфины не перешли на дыхание жабрами, не перешли на многие метаболитические путиры. Ну да, то есть их форма немножечко изменилась, но уже, как говорится, по другому принципу. Поэтому мы всегда несем артефакты наших предков. То есть вот наше тело, это на самом деле учебник наших доисторий. Наша лапа, она до сих пор точно такая же, как у древних приматов. Наш вот этот вот плечевой пояс, это до сих пор очень характерно для человекообразных обезьян. Наши челюсти, это наследство древних чудеснородных. Мы все состоим из нашего наследства. Тут назад не проверкаешь. Да? Возможно, это очень глупый вопрос. Нормально. Я, конечно же, не биолог никак. Это нормально. За счет каких-либо махинаций с генетическим кодом или с телом человека можно ли в дальнейшем как-то влиять на то, чтобы вывести какой-то новый вид? И чтобы он там стал супер крутым, супер приспособлением ко всему? Проблема в том, что нельзя быть приспособленным ко всему. То есть всегда, когда у нас есть что-то одно, есть даже в математике такой параметр, что такая диарема, что система не может быть одновременно оптимизирована по двум несвязанным параметрам. Проще говоря, даже если вы, например, оптимизируетесь по параметру в самый сильный, вполне возможно, что вы будете просто полным лохом по параметру в лучший иммунитет. И это, на самом деле, всегда самая важная проблема. Нельзя быть приспособленным совершенно ко всему. Это как в игре плистолов. Как только вот просчитал, что вот этих всех мероев, все равно выясняется кто-нибудь, которого ты никак не полизал обязательствами и вообще резко всплывать пыль на и нехорошие. То же самое, в общем-то, и в живой природе. Мне кажется, ну вот все предусмотрено, все равно что-нибудь отваливается. Все равно кто-нибудь приносит презентацию не в том формате, но на самом деле все равно все хорошо проходит. Вот. Знаете, в биологии есть очень важное правило. Живой значит приспособлен. В школьных учебниках мы как-то любим такой, ах, ну вот лягушки, айфе, они вообще не до наземной, не до тетраподы, не до приспособленных к наземному образу жизни. Но тем не менее, те же самые лягушки приспособлены к жизням в заболонченных водоемах лучше, чем мы. Или там, ойфе, рыбы, они вообще такие примитивные, такие тупые, но тем не менее, живут и подольше нашего. Вот. И каждый раз, когда мы пытаемся так высоко говорить, ойфе, недостаточно приспособлены к живой, значит еще тебя пережили. Вот. Так что если вы зададитесь вопросом, как создать самый крутой приспособленный вид? Правильный ответ. Никак. Надо просто создавать много разных видов. Кто-нибудь довышит. Да? Извините. Я на ваш вопрос ответила? Ну, а если там у человека будут и жабры, и еще какой-то там орган дыхания, ну, два органа дыхания, точнее два дыхания сразу же, то... Ну, тогда он одновременно будет болеть и жаберными паразитами, и паразитами легких. То есть, вместе с двумя наборами органов дыхания на него свалится два набора проблем с органами дыхания. То есть, ну, такое. Вот. То есть, если сейчас человек может загнуться от ковида, то если человек будет с жабрами, то он сможет загнуться и от ковида, и от жаберного рачка. Ну, такое счастье, знаете, вот такое. То есть, игра с форумом она. Да, кстати, на самом деле, одна из самых таких прикольных игр. Вот, мне очень понравилось, когда эта игра только стартовала, и на серверах спор просто все кинулись создавать ходячие разумные фалосы. Это было очень весело. Вот. Ну, да, на самом деле, это действительно хорошая постановка, что даже если проектировать с помощью разумного замысла живое существо, оно все равно будет иметь слабые спорны. Да? Может, еще кто-нибудь? Так, так, так. Уже понравилось на вопросы отвечать? Про алкоголь. А, про алкоголь, да, вот про деэволюцию с алкоголем. Вы готовы рассказать? Математическую. Но она не совсем математическая, это легенда, скорее. Значит, легенда действительно армянская. Ну, как вы знаете, символ страны Армении – это гора Арарат, которая, правда, Армении не принадлежит, а принадлежит сейчас Турции. Вот. Но все равно армяне ее считают своей. И, соответственно, значит, легенда такая, когда после всемирного потопа, значит, вода начала отходить, но и пристал как раз-таки к вершине горы Арарат, потом там оголились, значит, равнины, и он, соответственно, распустил своих животных, они там заселили все эти земли, а сам он занялся земледелием, ну, поскольку растительный мир тоже надо было восстанавливать. Среди прочего у него в заначках была виноградная лоза. Высадил он ее на склоне горы Арарат, но тут началась засуха, и лоза эта начала гибнуть. Он и так едок пытался ее поддерживать, но ничего не получается. И тут к нему явился дьявол и говорит, давай помогу. Ну, и говорит, не-не, а дьявол никакой помощи, ни в коем случае, иди отсюда. Ну, дьявол говорит, ладно, не хочешь, не надо. Ной продолжает что-то там пытаться, ничего не получается, дьявол снова приходит. Так он приходил несколько раз, в конце концов, Ной говорит, ну, ладно, давай уже, потому что иначе сейчас все просто сдохнет, вид потеряем. И что сделал дьявол? Он поймал льва, барана и обезьяну, убил их, полил их кровью эту лозу, лоза мгновенно восстановилась. Ной на все это смотрит, говорит, так, ну, хорошо, а что хочешь за труды? Дьявол говорит, да, я нормально, подарок, ничего не надо. И ушел. Лоза, значит, цветет и пахнет, дородился виноград, из винограда люди начали делать вино. И тут-то всплыла плата дьявола. Значит, с первого стакана этого вина человек становится храбрый, как лев. Со второго стакана вина человек становится упертый, как баран. Ну, а с третьего стакана превращается в обезьяну. Примерно вот такая зависимость. Спасибо. Вот так общаются математики с физиками. Может, еще какие-то вопросы? У нас по времени вполне получается, у нас еще время мероприятия есть. Так, так, так. Что-то меня вопрос. Там был слайд, который говорил о том, что раньше эти с вами не могли одновременно и дышать есть. Как это вообще было? В смысле, как не могли одновременно и дышать есть? А вот так они не могли долго обрабатывать тому пищу во рту. То есть мы с вами иногда, бывает, за семейным обедом зачерпнем ложку маминого салата, и мы можем ем, чтобы не принимать, так сказать, общего общения в дискуссии. Мы с вами можем одновременно одержать комок пищи во рту и при этом нормально дышать. Вот. Они были вынуждены хватать пищу, ее очень быстро перехватывать зубами и тут же проглатывать. Потому что иначе вот на один вздох только. Представляете, какая проблема еще? Если чихнуть захотелось, то наружу. А по-моему, это происходит у крокодилов против сухих кожи в древних формах? Да, у крокодилов, кстати, формируется подобие вторичного неба за счет, по-моему, разрастания сошняковых костей. Я вот точно не уверена. У них тоже есть вот эти внутренние, так называемые, ноздри, и они тоже выходят в носовую полость. Но у них очень крупные, по-моему, все-таки сошняковые крылья костей. И у них частичная перегородка есть. Ну да, ну да, вот у крокодилов, да. Но крокодилы, это немножко не наша семья, это немножко не наши товарищи. Все вот эти граждане, они звероящеры, а крокодилы, там, я к себе хотела. Так, еще кто-нибудь? Чуть мы так хорошо общаемся. Так, ладно. Ну, значит, остается вот последний подарочек. Мне понравился вот этот вот молодой человек в очках с вопросами про гензинженерию. Спасибо. Pray. Гензин. Thank you. may도 has. may. 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 �. Продолжение следует...